Я решил открыть вот такую кратенькую рубрику, в которой по-быстрому изъясняется какая-то тема. Ну вот, например, я нашел в интернете описание, что такое рак. Это там британские издания объясняют своим читателям, что такое рак. И вот они говорят, если говорят упрощенно, раковую опухоль можно назвать аномальными клетками, которые бесконтрольно растут и делятся. Согласен, аномальными клетками. Что за клетки? Ладно. Эти клетки могут возникнуть в любой части тела и в некоторых случаях распространяются на другие органы ткани, например, на костную ткань, легкие и мозг. А почему они распространяются на другие органы? Вот возникли бы там и возникли себе бы. Как-то неясно, непонятно. Далее. Рак возникает, когда клетка следует заложенной в ней генетической инструкции, генетическая инструкция, начинает слишком активно делиться. То есть что-то на эту инструкцию повлияло? Такие вредные инструкции могут переходить, ага, по наследству. Вот если как говорят только по наследству, это говорит о том, что не владеют вопросом, а могут проваляться неожиданно в любом возрасте. Но как это так вот неожиданно? За любой неожиданностью лежит какая-то причина. Некоторые факторы, как полагают врачи, увеличивают риск возникновения рака. Смотрите, вот увеличивают риск возникновения рака, то есть на генетические инструкции они должны повлиять. Что это за факторы? Среди них курение. Курение что? Оно влияет на генетические инструкции? Я думаю, нет. Ожирение? Тоже нет. Чрезмерное употребление алкоголя? Тоже нет. Неправильное питание? Тоже нет. Генетическая инструкция в клетке, это такая, знаете, мощнейшая программа, вшитая ее там как-то не это. Вот этими всеми вещами не сдвинешь. Что-то тут не то, я так думаю. По оценке экспертов, эксперты, а кто эксперты у нас? В среднем 4 из 10 случаев рака, значит, у британских онкобольных, можно было бы предотвратить, если бы те волны поменяли свои привычки, то есть отказались от курения, ожирения, чрезмерного употребления алкоголя, неправильного питания. Так, а что собой представляют привычки? Вот тут-то можно сказать и собака зарыта. Привычки представляют собой те или иные программы. Привычка? Что она? Привычка. Это программа в нашем сознании. Программа может влиять на генетическую инструкцию о клетках? Вот именно она-то и может влиять. Может влиять. Ну ладно. Далее, вот такой интересный вопрос, что клетки могут возникнуть в любой части тела онкологически и распространяться на другие органы, ткани, например, костную ткань. Вот чаще всего говорят следующее. Вот возникла опухоль, злокачественная опухоль, все-все, она там развялась-развялась и пошла только раз в костную ткань. А что там в костях делать? Вопрос, что там делать в костях? И как говорят, вот она в костную ткань пошла и все, человеку кирдык. Оказывается, именно в костной ткани находится костный мозг, который продуцирует, то есть вырабатывает стволовые клетки. Это те клетки, которые, выходя в кровяное русло и распространяясь по организму, заменяют отжившие клетки. То есть рак не дурак. Он стремится туда, где как раз, как бы сказать, имеются самые лакомые кусочки, где вырабатываются новые клетки. Зачем ему там старыми питаться вообще-то клетками? Ему подавай новенькое. То есть это своеобразное, можно так сказать, какое-то существо, которое имеет какое-то свое там сознание. Возможно, это сознание отчасти наших привычек, которые меняют генетический аппарат клеток, перестраивая их на то, что они начинают там делиться. Так сказать, можно подумать об этом. Существует другое мнение, что это грибки. А вот если это грибки, то другое дело. Грибки начинают у нас просто-напросто размножаться, образуясь в строе, вернее, то или иное грибное тело под себя, которое и превращается в опухоль. То есть они как раз вот лезут туда, где самые лакомые места в организме, самая, так сказать, первичная жизнь образуется. Она образуется как раз нигде там в сердце или там в мозгу, она образуется в костном мозге. Вот туда-то и лезь. Практика показывает, вот чем действуют на вот эти вот клетки, которые размножаются. Действуют с возможными ядами, облучением. То есть пытаются, значит, отравить вот это вот существо, которое вызывает опухоль. Вот так вот получается на самом деле. Вырезают, убивают, отравляют. Подумайте об этом. Разновидности онкологии огромное количество. Если взять разновидности этих грибков, их огромное количество видов. Далее нельзя сказать, что идет перерождение этих клеток, нормальных клеток, которые по каким-то причинам оказались оторванными от организма. И у них вшита вообще в генетический аппарат любой клетки, вшитая инструкция, выжить любой ценой. И когда, вот смотрите, клетки отрываются, клетки наши управляются с помощью крови, с помощью нервной системы, жидкостных средств, гормонов. Если вот какая-то часть клеток оказывается оторвана от управляющего влияния организма, от нервной системы, ну как-то хуже нервный импульс доходит, от кровообращения, то есть там возникает кое-какое там голодание, застои, то клетки, повинуясь своим инструкциям по выживанию, могут превращаться в, вернее, открываться та программа, которая у них была на зародышевой стадии. Делиться, делиться и делиться. Но, когда зародыш начинает делиться, клетки безудержно делиться, они все равно управляются программой организма. Куда им делиться, что им делиться, как им делиться. А вот когда эта программа перестает работать по каким-то причинам, вот в основном, когда происходит где-то застой и обрыв вот этих всех управляющих связей, вот эта генетическая программа может включиться, и, пожалуйста, вот она у нас и опухоль. Короче, подумайте над этим самостоятельно. Вот такой, так сказать, блиц, блиц-информация.